В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Тюремный срок за убийство грозит 55-летнему жителю Самары. По версии следствия, мужчина во время бытовой ссоры задушил ухажера своей дочери. Чтобы скрыть преступление, тело убитого он с помощью ножовки по металлу расчленил прямо в собственной ванне, затем вывез за город и закопал в лесополосе. Найти убийцу удалось благодаря машине погибшего, которая была припаркована во дворе преступника. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство Задержанные находятся под стражей». Незаконный бизнес аморального характера ликвидировали в Самаре. Задержан семейный подряд сутенеров. 28-летний мужчина и его жена организовали салон по предоставлению интимных услуг. Сотрудниц набирали по объявлению в сети интернет. Девушкам обещали высокооплачиваемую работу. Клиентов тоже искали через всемирную паутину, размещая анкеты. Работал салон по всему городу по вызову. Незаконный бизнес просуществовал более двух лет. Прикрыли лавочку после оперативного эксперимента. В бане были задержаны три жрицы любви и жена организатора салона. В отношении нее возбудили уголовное дело. Мужчине же поначалу удалось скрыться. Он был объявлен в федеральный розыск и задержан в конце сентября. Организаторам незаконного бизнеса может грозить штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы. Была проведена контрольная закупка, им были переданы денежные средства и все участники были соответственно пойманы с поличным. 28 сентября скрывшегося мужчину обнаружили. Он был задержан. 30 сентября ему судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело на 10 миллионов. Именно столько потерял областной бюджет в результате мошеннической схемы двух бывших налоговиков. Деньги в качестве возврата НДС они незаконно получили с помощью 16 фирм-однодневок. В хитросплетениях финансовой авантюры разбиралась Валерия Макарова. Дело двух бывших налоговиков обещает быть долгим. Одно только обвинительное заключение состоит из пяти томов. По версии следствия, Алексей Илюхин и Андрей Дропа мошенническим способом получили возмещение НДС на сумму почти 10 миллионов рублей. Для этого использовались фиктивные документы, а фирмы, которые якобы участвовали в сделках, являлись однодневками. Свои лица обвиняемые скрыть не пытаются, но и не особо разговорчивы. В этом деле свои вины они не признают. По версии силовиков, чтобы провернуть мошенническую схему, они обладали специальными познаниями в сфере налогового законодательства и заведомо знали порядок возмещения налога на добавленную стоимость. В начале 2000-х Илюхин и Дропа вместе работали в налоговой инспекции по Ленинскому району Самары. Илюхин покинул госслужбу после того, как получил два года условно за хулиганство и угрозу убийством. Теперь суд того же района, где когда-то он работал налоговиком, рассматривает уже дело о мошенничестве. Специалисты говорят, рассмотрение этого дела может затянуться на несколько месяцев. Объем большой, нужно допросить много свидетелей. 35 миллионов рублей. Именно такой ущерб кошелькам жителей Самара нанесла предприимчивая бизнес-леди. В Ленинском районном суде стартовал громкий уголовный процесс по обвинению Юлии Жильцовой. По версии следствия, она создала финансовую пирамиду жертвами, которой стали более ста потерпевших, большинство из них – пенсионеры. Телекомпания «Самаргиз» тоже поучаствовала в раскрытии резонансного дела хроника событий у Олеси Карецкой. «Гелиус» и «Тиферет» – две компании, которые организовала подсудимая Юлия Жильцова. Финансовые пирамиды обещали самарцам золотые горы, а в итоге оставили у разбитого корыта. По материалам обвинительного заключения, фирмы, организованные Юлией Жильцовой, давали рекламу о том, что принимают деньги у граждан под высокий процент. Иногда ставка доходила до 75%. В эти фирмы обращались самые разные люди – от студентов до пенсионеров. Наша телекомпания посещала компанию «Гелиус» еще когда та работала и принимала деньги от людей. Сотрудники, которых сначала ввели в заблуждение о честной финансовой схеме, со временем обман раскусили и предупредили – их пирамида – вещь ненадежная. У нас уже тут глобальные проблемы. Я вот сижу чисто здесь, потому что мне должны мою зарплату. Так что берите свои деньги и уходите куда-нибудь подальше. Мой личный совет. Потому что то, что пишут – это тупо обман. Вот и все. Как потом выяснилось, это были последние часы работы «Гелиуса». Через три дня в офисе прошли обыски. Учредителя фирмы Юлия Жильцова задержали и поместили в изолятор. Видео, снятое нашими корреспондентами, тогда было передано следователям. Данная организация, как полагает следствие, изначально была создана для хищения денежных средств путем мошенничества. Так как привлекая взаимы от населения, денежные средства не вкладывались ни в какие программы. Андрей Ворожбенский увидел объявление о финансовой кампании в газете. Таких там сотни. Отдал компании «Гелиус» почти 100 тысяч рублей. Ожидал прибыль через три месяца. Надеялся, что за это время ничего с вложенными деньгами не случится. Я пришел, чтобы захотел снять досрочно. Мне в вертикали сказали, что в офисе этого больше не существует. Обращайтесь в полицию, в прокуратуру. Жертвами фальшивой финансовой пирамиды стали 125 человек. Сумма ущерба – 35 миллионов рублей. Юлия Жильцова обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса. Незаконное образование юридического лица и мошенничество. Жильцова вину в совершении указанного преступления не признала. Уголовные законы предусматривают наказание под данной статьей до 10 лет лишения свободы. По делу о мошенничестве продолжается исследование доказательств. Допрашиваются свидетели и потерпевшие. Юлия Жильцова сейчас находится под подпиской о невыезде. Свои действия на допросе объясняет просто. Так получилось. Мы следим за развитием темы. Судьба сотен самарских детей находится в руках неблагополучных родителей. Их в областной столице больше тысячи. За такими семьями следят соцслужбы и полиция. Плановые рейды проходят каждый месяц. В том числе по их результатам потом решают забрать детей в приют или дать родителям второй шанс. В один из таких рейдов отправилась наша съемочная группа. Дом номер 25 по улице Паровозная удается найти далеко не сразу. Сегодня этот адрес в рейде полиции и соцслужбы единственный. Это старый одноэтажный дом на окраине поселка Запонское. Первыми на лай собак выходят соседи. Там и бардак, что там собираются. И Бухалово там короче. И они голодные. Вот я только слышал, которая живет, это Татьяна, прямо на углу живет. Вот она мне рассказывала. Тревожный сигнал о неблагополучной семье с тремя маленькими детьми поступил несколько дней назад. По делу о краже планшета проходит их отец, которого дома не оказалось. Лен, вот почему такие жалобы поступили, что вы распиваете спиртные напитки, оставляете детей дома одних, все соседи жалуются, вот все, это одного. Я только одних оставляю, когда раздеваю и выхожу. Вот такая информация, что дети неухоженные, неопрятные, не кормленные. Елена Романова уверяет, не пила уже целую неделю и за детьми присматривает. Позже выяснилось, что на мать не троих, а шестерых детей. Родительских прав на двух старших сыновей она уже лишена, они живут с бабушкой. Один скоро пойдет в армию, а второму, с трудом припоминает мать, лет семь. Еще один сын умер несколько месяцев назад, вскоре после рождения. Его пока так и не похоронили. Елена оправдывается, и дома дело не в проворот, да еще и муж постоянно в командировках. А сколько ребеночка было-то? Да он только родился. Ну какая разница, живая душа. У нас же ребенок. Как же не похоронить-то? В Самаре больше тысячи взрослых, которые не исполняют свои родительские обязанности. За такими семьями пристально следят соцслужбы и полиция. В крайних случаях детей забирают. В таких домах, говорят сотрудники полиции, всегда одинаковый запах грязи и немытого тела. Такой он и на паровозной 25. Семья Романовых находится на так называемом динамическом учете. А это уже без пяти минут лишения родительских прав. Теперь этот дом ждут частые проверки. Если комиссия по делам несовершеннолетних решит, что за детьми нет должного ухода, Елену и ее мужа лишат родительских прав. И в субботу и в воскресенье тоже будут приходить, да? Конечно, в любой день можем прийти, проверить. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!